Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня очередная Бернина. Начало 90-х годов. Бернина выпустила модель 900. Ну и конечно уже совершенно иной дизайн, современные материалы. Чемоданчик превратился вот в такой пластмассовый коробок. Очень компактный, удобный, как всегда. Ручка для переноски машинки. Повсюду лого. Бернина, Бернина, Бернина. Никаких замочков. Резиновая такая вот застежка, которая открывается очень легко. Ну и конечно же функциональный чемоданчик, где находились все нужные приспособления. Такой вот оригинальный чемоданчик или коробочка, в которой хранилось все необходимое. Набор разнообразных лапок. Приспособление для штопки и вышивания. Столик. Здесь небольшой ящичек, куда можно было складывать запасные иголки. Разнообразную мелочь. Все очень и очень функционально. Девятисотая модель отличалась не только чуть измененным дизайном, но и, пожалуй, основное ее отличие или особенность, которую отличают все пользователи. Это вот своеобразная такая педаль. Шнур питания электродвигателя выходил прямо из машины отдельным элементом. А вот педаль соединялась только с машинкой и ее особенность была в том, что она работала на 360 градусов. В любую сторону можно было эту педаль нажимать и машинка работала. Это, конечно, было очень удобно. Набор декоративных швов был уменьшен по сравнению с 730 моделью. Присутствует прямая строчка, зигзаг, оверлок, не какой-то такой вот змеевидный. Синусоидальный шов, зубчики, что-то, может, тоже похоже на оверлок. Еще один декоративный зигзаг и приспособление для обметывания пуговичных петель. Намного проще стала эта операция. Один, два, три, четыре и таким образом петли обметывались почти автоматически. Длина стежка менялась от 0 до 4 мм и одновременно с изменением шага стежка двигалась и кнопка обратного хода. Там тоже был размер шага соответствовал прямому и обратные были одинаковые. Ширина зигзага менялась от 0 до 4 мм. И вот этой кнопкой или этим колесом можно было менять положение иглы. Два положения влево, два положения вправо и центральная. Попробуем на ткани сумка для компьютера с трехмиллиметровым таким смягчающим материалом. В начале прямой шов. Зигзаг. Ширина максимальная. Длина шага 1 мм. Вот что дает нам машина. С обратной стороны тоже самое. Один из декоративных стежков. Вот что получается. Следующий декоративный стежок. Это почти зигзаг. Только немножко видоизмененный. Один из декоративных стежков. Еще один. Вот что дает нам машина. Ну и каждый раз на обратной стороне все так же замечательно и прекрасно. Попробуем прошить петлю. Первое положение. Для петли рекомендуют шаг сделать 0,5. А ширину, наверное, мы сделаем 2 мм. Декоративные стежки. Декоративные стежки. Но смысл в том, что машина автоматически делает каждую операцию. Нужно потренироваться несколько раз. Если мы сделаем чуть-чуть пошире зигзаг, будет, наверное, заметней. Боковая часть в одну сторону. Закрепка. Боковая часть в другую сторону. Возврат. Опять закрепка. Так называемая окантовка этой петли. Ее можно пройти по всей петле. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.